Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, недельная глава ОЦМ. Мы остановились, как Яков. Приходит к Лавану. Интересная вещь, что Яков целует Рахель. И это же не простой человек, как он мог поцеловать девочку, которая ему не дочка, не внучка, не родная сестра, не бабушка. Если ребенку, допустим, до трех лет, то нет в этом проблемы. А если старше, то никак он не мог. Потому что это вообще человек, который в 77 лет учил Тору. Это не просто так. Поэтому наши мудрецы говорят, что она маленькая. Ей пять лет. Ей пять лет. И раз ей пять лет, то в те годы люди жили намного больше, чем сейчас. И сейчас в Псалме 90-м Маше говорит, что сколько лет жизни человека? 70 лет при большей крепости. 80 лет. То там люди жили еще 180-175, как мы знаем, наши праотцы жили меньше. Больше вот кто, сколько, но ни в коем случае не столько. Поэтому они еще пять лет не были взрослыми людьми. Поэтому он ничего здесь нового не сказал. Откуда мы можем это знать, что я пять лет? Потому что он сказал, что буду семь лет за нее работать. Может из-за этого, что в 12 лет она уже будет большая и выйдет замуж. Может быть так имеется в виду. Есть комментарий. А почему она была пастушкой? Потому что есть мнение, что она не согласна была с идлопоклонством. Она все-таки Рахель, особая душа. И поэтому ее отстранили. И дали ей унизительную работу быть пастушкой. Есть твой комментарий. Хотя в словах и поцеловал Яков Рахель, что она еще все-таки ребенок. И даже по самым твердым требованиям, что ребенка, даже суд не может привлечь в таком возрасте к ответственности. И тем более, кто будет на ее внимание обращать, что он на каких-то взглядов. Поэтому этот комментарий не очень просто нам понять. Может он более глубже, чем кажется. Так вот. Теперь дальше. Яков говорит Лавану, что 7 лет. Я отработал. Эти 7 лет были как несколько дней по любви его к Рахели. Он ее полюбил. И говорит, дай мне жену мою, я войду к ней. Лаван устроил пир. Медражный, что он обманул всех жителей. И дело здесь не просто так. Они заботились не о Лаване. Они дали все деньги на этот пир, думая о себе. Потому что Лаван им сказал, когда пришел Яков, ваша земля превратилась в плодородную землю. Появилась у нас вода. Все стали богатые. А у всех огромные стада. И теперь Яков сейчас возьмет и уйдет. И говорит, если он уйдет, то опять вы останетесь нищие. Я не жалею ничего. Я свою дочку ему отдаю. Жены. А вы соберите деньги там, свадьбу. И организовал за счет этих людей, которые жили в Подонораме, свадьбу. Сделал пир. А ночью он вместо Рахели отправил туда Лею. Вот так. Мы должны говорить, что Рахель с Леей договорились. В общем, это невероятно. Но Яков наутро обнаружил, что это Лея. Он говорит, Лавана, что это ты сделал мне? Ведь за Рахель служила у тебя. А Лаван говорит, он отвечает по Торе, он говорит, не делается так в нашем месте, чтобы отдать младшую прежде старшей. Дополни неделю этой, и мы тебе дадим и ту службу за 7 лет, которые будешь еще у меня работать. Яков соглашается. Почему неделю? Я спрашивал, ну, в общем, мнение такое, что он должен был веселить жену. 7 дней он должен был веселить жену Лею. Потом жениться. Такой интересный весь закон. В общем, он женится. Теперь у него две жены. Почему с ним такое произошло, что его удалось обмануть? Не потому, что он где-то что-то просчитал, а то, что он тоже путем обмана взял у отца благословение. Отец не видел. И он воспользовался ситуацией и взял благословение, которое предназначалось не ему. Теперь же, так же его обманули. Он хотел себе взять одну жену, а у него теперь две. И хотел 7 лет отработать за Рахею. Теперь он 14 лет отработает. И обязан теперь жить с двумя женами. И он полюбил Рахель больше, нежели Лею. И увидел всесильный, что Лея нелюбима, и отверз утробу ее. И зачала Лея, родила сына, и сказал, увидел всевышний горе мое, что я нелюбима. И дал мне сына, назвал имя Ревен. Ревен это значит увидел. Увидел всесильный, что она нелюбима. Потом она зачала и родила второго сына Якову. И назвала Лея его Шимон. Сказала, что Всевышний услышал. И имя Шимон услышал, означает. Потом она опять беременет, рожает сына. Значала, Лея рождала сына и сказала, что теперь мой муж прильнет ко мне, потому что я родила его в трех сыновей, она зала Леви и прильнет. И потом она родила четвертого сына и назвала его Игуда. Значает, я восхвалю Бога, назвала Игуда. И перестала рожать. После этого, когда Лея перестала рожать, Рахель говорит, да не идти, если нет, я умираю. Яков ответил жестко, что я вместо сильного решившего тебя плода чрева. В общем, уже у нас были подобные случаи. И тоже Левка говорит Исхаку, зачем мне жить, если Яков женится на Хитиянке. Тоже ситуация, что Рахель так и говорит, вот служанка моя Бильга, возьми ее в жену и пусть она родит на колено мои. То есть, будет у меня потомство благодаря ей. Не как Сара она говорит, что может быть будет у меня потомство благодаря ей, этой Гагар. А вот она уверена, что Бильга родит ей сына, который будет называться сыном Рахели. И Яков берет с жены Бильгу. Она тоже, она и ее сестра Зильпа, это две дочери Лавана от наложниц. Рахель и Лея от жены Лавана. В общем, Бильга рожает Дана. Рахель говорит, рассудил меня всесильный, дал мне сына и назвал его Дан, то есть суд. Потом Нафтали рождает. Говорит Рахель, что состязаниями, необычайными состязалась и стройма и преодолела, она называла его имя Нафтали. Состязание. После того, как Лея перестала рожать, она видит, что рожает Бильга. Она говорит, Яков, возьми мою служанку Зильпу в жены. Яков берет Зильпу в жены и Зильпа рождает Ашер, счастье и гад счастье. Гады Ашер родились. И одно слово означает счастье. Вот так. А еще Лея не рожает дальше. И было после того, как Лея перестала рожать. Реувен шел во время жатвы пшеницы в поле и нашел Мандрагоры в поле. Ребенок, Реувен, бежит в поле, находит Мандрагоры, растения от бесплодия. Он понимает, что мама перестала рожать, надо что-то делать. Вот такой парень принес им Мандрагоры Леи, матери своей. Рахель увидела, говорит, дай мне Мандрагоров, сына твоего. Лея говорит, мало того, что ты забрала мужа моего, еще хочешь забрать и Мандрагорова сына моего. Рахель говорит, пусть Яков эту ночь ляжет у тебя за Мандрагоры сына твоего. Лея так и поступила. Когда Яков пришел с поля, она ему сказала, ко мне войдешь, я тебя наняла за Мандрагоры сына моего. Яков вошел к Леи. То есть наши мудрители говорят, за то, что она так сказала, потом с ее дочерью Диной случится тоже несчастье. Мы это знаем из Лавы Вайшлах. В общем, Яков опять рождает с Леей детей. Родился из Сахар. После этого родила Звулуна. И после этого родила Дину. Дочку Дину родила Лея. Дина, это тоже суд. В общем, вот у Леи родились уже семеро детей. И только потом вспомнил сильный о Рахеле. И зачала Рахель. И родила мальчика. Назвала ее Иосифа. Сказала, да прибавить Богу другого сына. Назвала его Иосиф. И вот говорит Яков Лавану, что дай мне теперь возможность уходить. Дни мои исполнительные. Я тебе отработал. 14 лет. Все. Лаван уговаривает его не уходить. Что в этом интересно? у Якова было 7 лет. За 7 лет родились все 12 детей. Все 12. Как это может быть? Наши мудрецы говорят, все дети Якова родились 7 месячными. Хорошо. Яков праведник. Значит, если родила жена, то с ней нельзя спать после родов. Тора пишет, 7 дней надо подождать. это если родился мальчик. Если родилась девочка, то 14 дней. Раби Игуда, талмудический мудрец, он нам говорит, что каждый из сыновей Якова родился с двойняшкой сестрой. То есть, получается, после каждых родов надо было 7. 14 дней подождать перед тем, спать с женой. Хорошо. Если 12 детей родились последовательно и мы умножим, если не 7 месяцев, умножим 12 на 7, то и будет 84 месяца. Только, если не учитывать, что нужен перерыв, и тогда ничего не сойдется. Будет совсем другое. Будет младше 7 месяцев. И что нам интересного из этого? Как мы можем понять это? пишется в главе шмот. Раши пишет, что родился ребенок, Маше, как мы знаем, и мама скрывала его 3 месяца, но более скрывать его не могла. Египтяне могли прийти и утопить ребенка в Ниле по приказу фараона. Раши говорит, а что такое 7 месяцев? 7 месяцев это 6 месяцев и 1 день. И тогда уже пошел 7 месяц. Ребенок будет живой. 8 месяцев может не выжить, а 9 месяцев тоже. Получается, если жены его рождали 6 месяцев и 1 день, то тогда прибавишь вот эти по 14 перерывы между Ревеном и Шимоном и Шимоном и Леви и Ягудой и так дальше везде. Между Даном и Нафталим, между Исахаром и Зволуном, между Диной и между еще Ганом и Ашером. Когда эти все месяцы сложишь, прибавишь это все, то ровно выйдет 84 месяца. Вот так. Такое невероятное чудо. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок был дан за поднятие души Берта Бат Исраэль, Павел Бен Эфим, Савил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендер Бен Мендер, Яков Бен Ахум, Владир Бен Григорий, Мал Бат Йосин, Мир Бат Таврагам, Роза Бат Михаэль, Здоровья Бен Мир Фейг Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Леор Бен Клар Рафаэль Бен Клар Хана Цепора Бат Цар Ида Бен Хая Авила Ефим Бен Соня Мазл Парнаса Сгула Ирина Батури Арон Ари Бен Нур За хороший дух Арон Ари Бен Двой Родни Бен Ахум Абит Бат Всего хорошего Олегу Марченко Всем Браха Парнаса Камана Мазл То Что мы Это Время Не Грешили Учили Тор Всем Всего Самого Наилучшего Всем Желаю Крепчайшего Здоровья Чтобы Закончилась Скоро Эта Война До Следующих Встреч Надеюсь Состоится Завтра В 15.30 Шалом